Великовисочный животноводческий комплекс должен представить план финансового оздоровления предприятия в ближайшее время. Такое решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по развитию молочного животноводства в Ниньцком округе. Напомню, предприятие на сегодняшний день находится в убыточном состоянии. На это повлияли низкие производственные показатели по надоям, а также долги по коммунальным услугам. Подробности далее. Великовисочный животноводческий комплекс образован в 2012 году. Предприятие занимается производством и переработкой молока. Имеет фермы в селе Великовисочное и деревне Лабожское. Проблемы у предприятия начались, когда окружные субсидии на производство значительно сократились. В основном 80% мы реализуем масло. Себестоимость масла 2600 за килограмм. Цена реализации 600. Сами понимаете, что несем колоссальные убытки. Сейчас попробуем для внутреннего рынка готовить продукцию сметана, творог, масло, молоко. А излишки молока будем пакетированы, пытаться сбыть город. Вот только доставка продукции, например, в Наринмар, дорого обходится. Аренда лодки летом и снегохода зимой доходит до 20 тысяч рублей за поездку. Конечно, ни о какой прибыли не может быть и речи. По данным анализа экономической деятельности предприятия с 2016 по 2018 год, практически все показатели хозяйства идут на снижение. Имеется задолженность. А затраты предприятия понесло больше за счет север-жилком сервисов. То есть колоссальный скачок. Выручка, но опять же, по ожидаемым результатам 2018 года, по тем данным, которые сейчас уже оперативно, я так понимаю, подвели итоги, 14 миллионов примерно выручка. В структуре доходов, получается, субсидии составляют примерно 56% от всех доходов, а остальные 46% – это выручка от основного вида деятельности. Затраты огромные, большую часть которых составляют зарплаты и коммунальные платежи. При этом профильный департамент предложил свой выход из ситуации. Снизить прямые затраты, например, пересмотреть фонд оплаты труда. Вице-губернатор Евгения Калашника с такой точкой зрения согласилась. Ведь вопрос даже не в том, что мы кого-то должны уволить, кого-то там повысить и кого-то оптимизировать. Вопрос в том, что эффективны ли будут эти сотрудники. Почему Анатолий Петрович говорит, сделайте показательную трудоемкость, чтобы от показателей на дое были зарплатные проекты. Естественно, они делать не будут, если вы им поставите 100 рублей, они на эти 100 рублей будут сидеть дома и ничего не делать. В свою очередь, председатель СПК «Победа» Николай Быхан поделился своим опытом ведения сельского хозяйства по производству молочной продукции. Рассказал, как правильно рассчитать рентабельность в этой отрасли, а также предложил меры поддержки предприятию. Какие бы там мы хорошие не были. И если у нас экономика, значит с экономикой у нас не пляшет. Или давайте какие-то субсидии, или давайте закрывать данное производство. Если мы хотим, чтобы было занятость населения, давайте на первых порах как-то людям дадим шанс выжить, сохранить животноводство на селе, давайте еще поддержим. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова выразила свое мнение. По ее словам, животноводческой отраслью должен заниматься профессионал. У нас есть сильные специалисты, есть у нас агропромышленный комплекс. Вот они сегодня занимаются этим, занимаются профессионально. У них рентабельно, потому что они на самом деле все просчитывают. Поэтому, Анатолий Петрович, я считаю, ну вот это мое мнение, мнение, наверное, всех может быть, правильнее бы было отдать все в надлежащие руки. Ну вот подождите, да, вы скажете, что вы, может, не согласны будете. Но вот если мы переживаемся за развитие нашей отрасли, да, животноводческой, для того, чтобы развивалось и сохранить рабочие места, Анатолий Петрович, подумайте по-хорошему, на самом деле было бы это правильно. По итогам обсуждения участники рекомендовали Великовисточному животноводческому комплексу разработать план выхода из кризиса и представить его на следующем заседании рабочей группы через месяц. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин